Ася, ты где? Ася, где ты лазишь? Да я иду уже, сейчас иду, 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 иду. Вот, вот, вот она я. Мне уже пару месяцев толдычат, что я неправильно надеваю презервативы. Сейчас будем учиться. Короче, смотри, я вот так вот открываю, достаю. Я что-то... Вот эту пупырку я должна зажать, да? Правильно? Да, мы сегодня говорим о презервативах, вы ничего не перепутали. Смотрим. Вот так вот, вот так вот. А потом натягиваю. И типа все? Профит, я молодец? Ну, вроде, да. Ну, вроде, молодец. Это важно. Что, еще раз пробовать? Давай. Несмотря на то, что у нас с вами уже было видео о презервативах. Кстати, можешь классно посмотреть, как я изменилась за это время. Оно было самое-самое первое. Ну, ладно, не самое, но одно из самых первых. В общем, несмотря на то, что оно у нас было, вы до сих пор присылаете мне просто овер 9 тысяч сообщений и вопросов. И не знаете, что именно такие странненькие. Так что я услышала ваши просьбы и решила снять еще один видос о презервативах. А ну-ка, пошли, дикие мои, давайте разбираться, что о презервативах правда, а что вранье. Итак, миф номер один. Секс без презервативов полезнее. Слышала я такую себе достоверную околонаучную муть, что когда идет контакт кожа к коже, идет больший выброс гормонов, и, собственно, это полезнее для организма. Вообще, да, выброс гормонов идет больше, но когда идет контакт слизистой к слизистой и выделение к выделению. Но тогда у вас идет не только выброс этих самых гормонов, но и настоящая атака чужеродными бактериями, микробами, всякими там вирусами. И сами подумайте, что полезнее, защита от заболеваний или какой-то там выброс. Использовать презервативы больно. На минуточку, презервативы были изобретены 400 лет назад. 400 лет назад, Карл! Может, тогда это и было больно, когда их делали там из кишков, всяких там пузырей, даже из льна. Но с тех пор прошло, поверь мне, достаточно времени, что всякие умные дядьки и тетки придумали, как минимизировать и вообще полностью снять болевые ощущения. Всякие там анестезирующие пропитки, супертонкий латекс. Даже по собственному опыту. Нет, не больно. Не переживай. Если налить на презерватив подсолнечное масло, то контакт будет лучше и ощущений, соответственно, больше. Что? 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 Нет, серьезно. Вот не всякие там гели, смазки, кремы. Подсолнечное масло. Вы на полном серьезе? Подсолнечное? Ну нахер? Отец! Даже если учесть, что нормальные кремы и гели, которые делают крупные, серьезные фармацевтические компании, могут вызывать там аллергию, зуд, жжение, то подсолнечное масло, это же просто капец какой-то. Мало того, что аллергические реакции, как я уже только что сказала, так оно на презервативе может нарушить саму структуру латекса и снивелировать вообще весь эффект от пропиток, которые делают для презерватива. То есть толку тогда от него вообще ноль. Если один раз без резинки, то путь спок, ничего не будет. Угу, сейчас. Даже самые любимые и верные ходят в общественные бассейны и моются канализационной водой, которая бежала по трубам и могла нацеплять всяких зарат. И даже у самых опытных парней бывают неконтролируемые выбросы спермы. Так что уверенность уверенностью, но, как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть. Не важно, как надет презерватив, главное, что он есть. Так, ты взял с собой презервативы? Конечно! Но подумай сам, неправильно надетый презерватив может начать пропускать сперму, а вместе с ней какие-то бактерии, заразы, он может просто банально скататься и начать причинять боль. Причем как парню, так и девушке. Так что сам подумай, важно это или нет. Если я, парень, надену презерватив, то у меня пропадет настроение. Нет, конечно, такое быть может. Такое вполне реально, но обычно оно происходит, если у парня какие-либо проблемы с эрекцией. Ну, может, я не знаю, слишком сильно устал, или настроение очень плохое, но ты все равно хочешь, все равно хочешь, короче говоря. Так что если ты думаешь, что такой конфуз может произойти, ну так сделайте вместе с девушкой это таким себе элементом прелюдии, такой предварительной игрой. Ой, я думаю, это понравится как тебе, так и ей. И на десерт я оставила самые распространенные. Презервативы снижают чувствительность. Я уже говорила об этом, но не грех повториться, если вы мне до сих пор об этом спрашиваете. Если ты не экономишь на этом деле и покупаешь не тот пятикопеечный ужас, который еще и воняет ко всему этому, и к пальцам липнет, в общем, то никаких проблем с этим возникнуть не должно. А если ты все-таки думаешь, что с этим могут возникнуть какие-либо проблемы, ну, целая аптека средств тебе в помощь. Но ради всего святого. Не надо подсолнечного масла. Вот, пожалуйста, не надо. А давайте-ка мы посчитаем, сколько людей из нас пользуются презервативами. Ставь палец вверх, если да, ну и палец вниз, если нет. Так что не надо стесняться. Беги раздеваться. Но перед этим жми подписаться. Только сейчас смотри, чтобы я все правильно сделала. Только реально смотрю. Открываю. Достаю. Зажимаю пупырку. Натягиваю. Все правильно? Ну все, теперь можно дальше видео продолжать. Еее, я молодец! Итого у нас есть два банана. Интервативы были изобретены 400 лет назад. 400 лет назад, Карл! Может, тогда это и было больно, когда их делали там из кишков, всяких там пузырей, даже из льна. Но с тех пор прошло, поверь мне, достаточно времени, что всякие умные дядьки и тетки придумали, как минимизировать, так и вообще полностью снять болевые ощущения. Всякие там анестезирующие пропитки, супертонкий латекс. Даже по собственному опыту. Нет, не больно. Не переживай. Если налить на презерватив подсолнечное масло, то контакт будет лучше и ощущений, соответственно, больше. Что? 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 Нет, серьезно. Вот не всякие там гели, смазки, кремы. Подсолнечное масло? Вы на полном серьезе? Подсолнечное? Даже если учесть, что нормальные кремы и было, вы до сих пор присылаете мне просто овер 9 тысяч сообщений и вопросов. И не знаете, что вы на такие странненькие. Так что я услышала ваши просьбы и решила снять еще один видос о презервативах. А ну-ка, пошлю дикий мэй, давайте разбираться, что о презервативах правда, а что вранье. Итак, миф номер один. Секс без презервативов полезнее. Слышала я такую себе достоверную околонаучную муть, что когда идет контакт кожа к коже, идет больший выброс гормонов. И, собственно, это полезнее для организма. Вообще, да, выброс гормонов идет больше, но когда идет контакт слизистой к слизистой и выделение к выделению. Но тогда у вас идет не только выброс этих самых гормонов, но и настоящая атака чужеродными бактериями, микробами, всякими там вирусами. И сами подумайте, что полезнее, защита от заболеваний или какой-то там выброс. Использовать презервативы больно. На минуточку презервативы. Но подумай сам, неправильно надетый презерватив может начать пропускать сперму. А вместе с ней и какие-то бактерии, заразы, он может просто банально скататься и начать причинять боль. Причем как парню, так и девушке. Так что сам подумай, важно это или нет. Нет, конечно, такое быть может. Такое вполне реально, но обычно оно происходит, если у парня какие-либо проблемы с эрекцией. Ну, может, я не знаю, слишком сильно устал или настроение очень плохое, но ты все равно хочешь. Все равно хочешь, короче говоря. Так что если ты думаешь, что такой конфуз может произойти, ну так сделайте вместе с девушкой это таким себе элементом прелюдии. Такой предварительной игрой. Ой, я думаю, это понравится как тебе, так и ей. И на десерт я оставила самые распространенные презервативы. Ася, ты где? Ася, где ты лазаешь? Да я иду уже, сейчас иду, 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 иду. Вот, вот, вот она я. Мне уже пару месяцев толдычат, что я неправильно надеваю презервативы. Сейчас будем учиться. Короче, смотри, я вот так вот открываю, достаю. Я что-то, вот эту пупырку я должна зажать, да, правильно? Да, мы сегодня говорим о презервативах, вы ничего не перепутали. Смотрим. Вот так вот, вот так вот. А потом натягиваю. И типа все? Профит? Я молодец? Ну, вроде, да. Ну, вроде, молодец. Молодец. Это важно. Че, еще раз пробовать? Давай. Несмотря на то, что у нас с вами уже было видео о презервативах. Кстати, можешь классно тебе посмотреть, как я изменилась за это время. Оно было самое-самое первое. Ну, ладно, не самое, но одно из самых первых. В общем, несмотря на то, что оно у нас было, гели, которые делают крупные, серьезные фармацевтические компании, могут вызывать там аллергию, зуд, жжение, то подсолнечное масло, это же просто капец какой-то. Мало того, что аллергические реакции, как я уже только что сказала, так оно на презервативе может нарушить саму структуру латекса и снивелировать вообще весь эффект от пропиток, которые делают для презерватива. То есть толку тогда от него вообще ноль. Если один раз без резинки, то путь спок, ничего не будет. Угу, сейчас. Даже самые любимые и верные ходят в общественные бассейны и моются канализационной водой, которая бежала по трубам и могла нацеплять всяких зарак. И даже у самых опытных парней бывают неконтролируемые выбросы спермы. Так что уверенность уверенностью, но, как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть. Не важно, как надет презерватив, главное, что он есть. Так, ты взял с собой презервативы? Конечно!